ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Актёр, писатель, сценарист и режиссёр Леонид Филатов был талантлив во всём. Каждая картина в его фильмографии вызывает гамму чувств и эмоций. Его персонажи, герои, философы и даже мерзавцы получались нетипичными. И как раз своими отрицательными или положительными чертами, а точнее сочетаниями первых и вторых, завораживали зрителя. Леонид Филатов родился 4 декабря 1946 года в Казани. Родители Филатова – Клавдия Николаевна и Алексей Еремеевич – познакомились во время войны. Отец работал радистом, поэтому семье часто приходилось переезжать из одного города в другой. Когда Леониду исполнилось 7 лет, Клавдия не выдержала кочевой жизни и развелась с мужем. Мальчик остался с матерью в Ашхабаде. Там пошёл в школу и там же сделал первые шаги в творчестве. Леониду Филатову было 15 лет, когда газета «Комсомолец Туркменистана» напечатала его басню и выплатила первый в его жизни гонорар. В тот же период Леонид Филатов всерьёз увлёкся кино. Он читал все специализированные журналы, не пропускал ни единого фильма, даже документального. Юноша твёрдо решил, что будет учиться на режиссёрском факультете в ГИКа. После школы Филатов поехал поступать в Москву, рассчитывая поступить сразу, но не получилось. Тогда он подал документы в Щукинское училище, прошёл отбор и стал студентом. Леонид Филатов не отличался примерным поведением. Пропускал лекции, которые казались ему скучными, часто бывал на неофициальных просмотрах кино, замаскированных под диспуты. Он сочинял пьесы для показов и подписывал их иностранными псевдонимами. В общем, Леонид Филатов жил на полную катушку, понимая, что время быстротечно. После Щукинского училища Леонид Филатов служил в театре на Таганке. На прослушивании он читал отрывок из пьесы «На дне». Юрий Любимов, возглавлявший в то время театр, принял актёра в труппу. Роль Филатова в спектакле «Что делать?» стала одной из самых запоминающихся. Новичок был обаятелен и артистичен на сцене. И сразу завоевал симпатию зрителей. «Французский сон с обилием времён, где в будущем не так и в прошлом по-другому. К позорному столбу я пригвождён, к барьеру вызван я!» Леонид Алексеевич говорил, что театр на Таганке стал его университетом. Ему повезло наблюдать за игрой Владимира Высоцкого, Булата Гуджабы, Сергея Параджанова. На этой сцене он исполнил много ярких ролей. Артист играл Горацио в шекспировском «Гамлете», Кульчицкого в «Павших и живых». Незабываемые роли были у него и в постановках «Пугачёв», «Мастер и Маргарита» и «Дом на набережной». В 80-е годы Юрия Любимова лишили гражданства под надуманным предлогом «Интервью иностранной прессе». В это же время актёр Леонид Филатов уволился и перешёл в «Современник». В «Любимую Таганку» он вернулся через два года, в 1987 году, став к тому времени популярным киноактером. Фильмы. В течение 10 лет Леонид снимался во многих картинах, но интересных фильмов не было. Ситуация изменилась после первого советского фильма «Катастрофы. Экипаж». Изначально на роль Игоря Скворцова утвердили Олега Даля, но он отказался. Филатову образ любвеобильного бортинженера, рискнувшего жизнью ради спасения пассажиров авиалайнера, принёс не только популярность, но и десятки предложений от режиссёров. Ярким проектом перестроечной эпохи стала трагикомедия Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты». Филатов снялся в роли чиновника из выдуманного управления свободного времени. Которую выбирают между карьерой и любимой женщиной в лице Татьяны Догилевой. Ещё одна неординарная абсурдная фансмагория с участием Леонида «Город зеро» Карена Шахназарова. В 1991 году Леонид Филатов сыграл бюрократа в социальной драме «Сукины дети», снятой им самим по собственному сценарию. Вы, извините, что я в таком виде. У нас сейчас идут прогоны. Мне сказали срочно. Я не стал переодеваться. Простите, а что вы, собственно говоря, репетируете? Насколько мне известно, ваш художественный руководитель в настоящее время находится в Великобритании. Но ведь у нас есть ещё очередные режиссёры. Театр не может не репетировать, иначе люди потеряют актёрскую форму. Да, разумеется, нам. Во время съёмок этой картины Филатов перенёс инсульт о ногах, но продолжал работать. Сумасшедший темп, в котором он жил, и несколько пачек сигарет в день, а также нервное перенапряжение подорвали его здоровье. Последними работами актёра стали роли в кинолентах «Алиса и букинист» и «Благотворительный бал». Как вас зовут? Ради бога, отстаньте вы с моим именем. Уж если вам так нравлюсь, то помогли бы. Ну, хотя бы рекомендации. У вас же есть связи. А краснеть вам за меня не придётся. Я режиссёр. Режиссёр с именем. У меня масса международных наград. Вот. Вот. В Тасканском фестивале. Вот. Это. Вот. Вот. Западный Берлинский. В 1994 году на экраны вышел первый выпуск передачи «Чтобы помнили». Проект создавался, чтобы рассказать зрителям о талантливых, но незаслуженно забытых актёрах. Голос этого артиста, о котором сегодня идёт речь, звучал в очень знаменитой картине. 17 мгновений весны. Хотя сам он на экране не появлялся ни разу. Передача стала одним из самых значимых начинаний для Леонида Филатова. Он вёл, чтобы помнили, 10 лет. Откровенно и грустно рассказывая зрителям о безвременно ушедших и без причин о забытых героях своего времени. Филатов выпустил больше ста авторских программ, которые считались нетипичными для телевидения того времени. Его работа была отмечена государственной премией в области искусства. Литературная деятельность. В 60-е годы Леонид писал песни вместе с актёром и писателем Владимиром Качаном. А спустя 30 лет вышла пластинка «Оранжевый кот». Первую сказку про Федота Стрельца удалого молодца Леонид Филатов написал в 1985 году. Через два года её напечатал журнал «Юность». Верьте, аль не верьте, а жил на белом свете Федот Стрелец удалой молодец. Был Федот не красавец, не урод, не румян, не бледен, не богат, не беден, не в парше, не в парче, а так в апче. Службу Федота рыбалка да охота, царю дичь да рыба, Федоту спасибо. Цитатами из этого сочинения, ставшего образцом острой сатиры и демонстрировавшего струми автора, и сейчас описывают и характеризуют события в политике, экономике, культурной и общественной жизни страны. Далее были изданы комедии «Любовь к трём апельсинам», «Ироническая фантазия Большая любовь Робин Гуда» и в чём-то биографическое сочинение «Я человек театральный». В 90-е годы, когда здоровье актёра серьёзно пошатнулось, Филатов больше времени посвящал литературе. Он писал стихи, пьесы и пародии. Его произведения объединены в сборник «Уважайте удачу». В книгу «Театр Леонида Филатова» вошли несколько пьес. Литературный талант артиста отмечен в Международной премии «Поэзия». Личная жизнь Леонид Филатов был женат дважды. С первой супругой, Лидией Савченко, он познакомился в начале 70-х, и вскоре они поженились. В семье было всё хорошо, пока Филатов не влюбился в актрису Нину Шацкую, а жену – Валерия Золотухина. Три года коллеги тайком наблюдали друг за другом, а потом начался страстный роман. Нина и Леонид скрывали отношения в течение 12 лет. Не раз влюблённые расставались, но ненадолго. Их неудержимо тянуло друг к другу. Развод был болезненным. Леонид Филатов ушёл из семьи, оставив Лидии квартиру. Только с Ниной Шацкого набрёл настоящее счастье. Совместных детей у пары не было. Но к сыну жены от первого брака актёр относился как к собственному. Посоветовал ему поступить во ВГИК на режиссёра и оплатил учёбу. Леонид Филатов оправился от инсульта и трансплантации почек. Шутил, смеялся и пребывал в хорошем расположении духа. Нине Шацкой казалось, что Леонид Филатов пошёл на поправку. Но он простудился и слёг. Врачи диагностировали двустороннее воспаление лёгких, которое в итоге стало причиной смерти. Для ослабленного организма любая инфекция могла обернуться серьёзными последствиями. Десять дней врачи боролись за жизнь Леонида Алексеевича. Всё это время Филатов находился в состоянии медикаментозного сна. Но чуда не случилось. 26 октября 2003 года актёра не стало. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. В 2006 году на могиле установили памятник, созданный по эскизу вдовы. Часть денег на него дали друзья. А часть собрали на благотворительном вечере памяти артиста, на котором демонстрировались архивные фото, кадры из фильмов, звучали написанные Филатовым стихи. Любимец публики увековечен в образе Горацио, персонажи из постановки «Гамлет». Пусть мир за стеночкой ревёт в бреду. Сижу застенчивый в шестом ряду. Евгений Евтушенко. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.